В чем смысл жизни? В том, чтобы жить. Понимаешь? Жить. В том, чтобы зарабатывать много-много денег. Его нет. Я пришел к такому выводу. Кувствовать просто. Что чувствовать? Вибрации вселенной. Вы можете подышать маткой, но я не думаю, что у вас есть такая возможность. В деньгах. Как бы больших таких глобальных дел для мира я не сделаю, но ребенка-то я родить могу, по крайней мере. И он, может быть, сделает. И что-то сделать, соответственно, для этой страны. Мне кажется, вот в чем смысл жизни. И мы должны делать все только для нее. А зачем для других стараться? Они ведь нам ничего не делают, правильно? А я уже сходил пописать в KFC. Нужно жить, по принципу, хуй или нет. Вот. И вот по этому принципу я спрашиваю. Вдруг тебе нужен какой-нибудь помощник в плане видеосъемки и всякой другой херни? Потому что я человек весьма спонтанный и активный. И бы заниматься подобной ерундой или не ерундой всегда круто. Ага. Что вы скажете? Нельзя ничем брезговать. Если с тобой происходит какое-то событие, нужно идти к нему навстречу. Хорошее событие. Безусловно. Опачки, кто здесь сразу же на нашей вечеринке? Добрый вечер, дорогие телерадиослушатели. Меня зовут Владлен Игоревич Штабан. И сегодня мы будем с Иваном. Все помнят Ивана. Иван сейчас держит эту камеру. Здорово. Спрашивать у людей, какого хрена, ребята, в чем смысл жизни? Ну, можешь начинать. В чем смысл жизни? Для того, чтобы жить. Понимаешь? Жить. И радоваться жизни. Что ты живешь. И ты открываешь. Встаешь утром, просыпаешься и видишь солнце. И свет. Это такая радость. И чтобы не очень болеть. Больше нет. Вы Джокер. Да, это Зет. Это Зет. Спустя год. Кто? Отсутствие в вашем хире. Костя. Костя или Зет. Зет? Зет, да. Зет. Такой псевдоним для всех моих творческих реализаций. Зет, да? Зет. Просто одна буква. Просто буква Зет. Я был в этом, когда это еще не было мейнстримом, ребят. Сейчас это типа круто? Сейчас нет. Наверное, нет. Но считают, что... Многие считают, что это клево. Патриотические идеи, да, это клево. Но я бы подразмыслил... Но говорить о том, что это не клево, это может быть даже незаконно. Да. Поэтому скажем, что это клево. Блядь, как жить? Как страшно жить? Наверное, с системой 10-метровой палкой тоже не касаться. На всякий случай так, чтобы просто... Пошли все в жопу. В чем смысл жизни? Наверное, в самой жизни мы ее проходим. Проходим через испытания. И постепенно познаем суть жизненную. Добрый день. А вы сильно спешите или можете ответить на пару вопросов? Не все спешат. Как же люди спешат? Добрый день. Можно заняться буквально занятой? Хорошего дня. Добрый день. Нельзя. Старайся осознавать свою невнятную речь. Когда ты зажжевываешь слова. И я стараюсь не зажжевывать слова. Не торопись ты. Вот это вот. Хорошо. В познании? Для меня смысл жизни в познании. В том, какие секреты будут таить для тебя каждый следующий день. В том, как ты себя проявишь в реализации с людьми, которые тебе постречаются на своем пути. Я думаю, так. А чего познавать-то? Чего надо познавать? Себя в первую очередь. Какого лешего? Я не понимаю. Хотя я-то понимаю. Ну, понимаешь? Они сейчас думают. Долбоеб. Напялил на себя шарф ЛГБТ. Не нравится ему буква Z, блядь. Некий зритель такой сидит. И говорит, познание. Смысл жизни, чтобы дети вот были. Вот это вот. Дети росли. Опознание это слово, которое... Ну, оно некоторым будет не по уму. Не подстать. Резать немножко будет уши, да? Хрен с ним резать. Поясни. Познать себя. Что я должен познавать? Что у меня есть жопа? Птицки, что у меня волосатые? Поясни. Просто ты для себя актуализируешь эту информацию, которая у тебя есть в твоей DNA. Получается, что для себя определи... Я знаю DKNY, а вот DNA ты это мне лапшу на уши не вешал. DNA это твой геном. Твоя генетическая, твоя цепочка. Из чего ты вообще состоишь? Из каких потребностей? Понятно, что ничего непонятно. Спасибо тебе, Джокер. Джокер написал мне, позвонил мне. И мы будем что-то снимать тоже с Джокером. Какого хрена сегодня? Он приперся не просто так. Он уже был в видосе у меня. Он говорит на английском языке как получеловек, полубог. Добрый вечер. Добрый вечер. Видите? Он все. Да вы что, обалдели? Давайте на голову скиньте мне эту сардельку еще, сосульку. Да вот в чем смысл жизни? Это простой вопрос. В самой жизни. А в чем смысл самой жизни? Мне нужно просто требовать слишком многого. Довольствуйся тем, что тебе дает Бог. Потому что те, кто гонятся за какими-то заоблачными мечтами, как правило, не получают ничего. Знаешь, есть выражение такое, что каждому дают столько, сколько он сможет выдержать. Поэтому как-то так. В чем смысл этой беспощадной жизни? Думаю в том, чтобы просто наслаждаться жизнью. Кайф, кайф, делай, делай. Правильно? Ну, не то чтобы именно кайф, но ты должен получать удовольствие от жизни. В этом и смысл. Каким макариком? Давай вот научи всех. Как тебя зовут? Вика. Виктория, тебе 16 лет. Ну, 15. 15-ка. Научи, научи всех этих. Они уже забыли, как наслаждаться жизнью. Им уже по 30, по 40 лет уже. Цель. И все. Если есть цель. Наслаждаться. Да. Это было одно. Да. Если есть цель в жизни, если есть просто к чему стремиться, даже не в жизни, а просто даже краткосрочная цель, то можно... Жизнь состоит из массы целей. Эту цель добился. Думаешь, ну, сука, добился ее. Дальше надо. Ставишь новую цель. Ставишь новую цель. И так всю жизнь. Да. Ну, ладно, я погнал. Спасибо тебе большое. Здравствуйте, вы сильно... Добрый день. А вы сильно и все сильно спешат и просто игнорируют любые... Смотри, в чем еще, лайфхак. Так. Ты постоянно всем задаешь один и тот же какой-то вопрос. Да, вы спешите или нет? Вы спешите. Очень хочется ответить «да». Ты им даешь выбор сразу же. Хочется сказать, что «стойте». Можно это им пару минут? И то, как ты начинаешь с ними взаимодействовать, старайся это делать по-разному. Не зацикливаться на шаблоне. О, пацаны, здорово. Ну-ка сюда, вот ты такой здоровый баскетболист, а это Ванек. И он сейчас задаст тебе супер вопрос. Короче. В чем смысл жизни? В том, чтобы зарабатывать много-много денег. То есть, по-своему, смысл жизни в деньгах? Нет, смысл жизни в их реализации. Как бы ты реализовал большое количество денег? Я бы вложил себя в свои знания и свое здоровье. Но это же не принесет тебе других денег. Что это? Это же не принесет тебе других денег. Зато я буду счастлив. Спасибо. Не обязательно делать, как я. Я понимаю, нет. Я имею в виду, что формат взаимодействия и как... Начинай с ними диалог по-разному. Каждый раз ты должен это делать по-разному. И ты научишься делать так, чтобы... Люди обращали внимание. Как-то так, гутен так, штабан убан. Какая красивая девушка. Здравствуйте. Там Игорь, Светлана, Томочка и... Как вы думаете, кто? Владлен. Все смотрят, каждыми днями успокоиться не могут. И спрашивают. Женек, спроси, как вас зовут? Татьяна Петровна. У Татьяны Петровны спроси, в чем смысл жизни? Кто здесь? Я думаю, что смысл жизни в продолжении в наших детях, внуках и прочих. Я так и думал, что вы так скажете. А как еще? Серьезно? Ты рождаешься и думаешь, надо нарожать детей и пускай там дети будут не такими, как я была. Я вот туда-сюда. А как? Совсем не так. Ну, расскажите. Ну, пожалуйста. Я, значит, ну, училась, работала, а потом думаю, а что это я как бы... Ну, не гений, не балерина там известная, не композитор. Что я после себя? Так? Есть, пить, спать. Все? Рожу ребенка. То есть, получается, это уже от отчаяния. Ты думаешь, вот я себя не реализовала. Хрен с ним буду, мать. Ну, получается, что-то... Я просто не видела своего дальше пути. А что еще-то? Ну, у меня спрашивается. Нет, вы так не думаете. Вы считаете, что это удел тех, кому уже как бы... Не на что надеяться, что ли? Тфу ты на то, как я считаю. Нет, ну... Это не важно, не важно. Ну, вот я считаю, что как бы больших таких глобальных дел для мира я не сделаю. Ну, ребенка-то я родить могу, по крайней мере. И он, может быть, сделает. Спасибо вам большое за ответ. Ну, почему я что-то... В чем смысл жизни? Коротко. В деньгах. Вчера сижу я на этом... На унитазе. И задумался, и думаю, а какого вообще? Какого я тут нарисовался-то? Зачем? Ну, для чего-то нарисовались, конечно. А вы как думаете, для чего вы? Во-первых, продолжение жизни, как оно. Продолжение жизни? Такой ответ уже был. Ну, такое есть... Это что значит? Наше будущее. Вот, родили детей, они создадут что-то дальше. Все ради детей. Пока да. Все ради детей. Пока да. Потом мысль может измениться. Может. А до этого мысль-то другая, наверное, была. Да? Наверное. Его нет. Я пришел к такому выводу. Сколько годиков? 31. До этого какие были мысли? До этого не задумывался. А потом в какой-то момент случайным образом... А, с родителями день рождения, по-моему, был. Что-то зашел разговор там про семью, про детей. Ты говоришь, да нет смысла. Нет, ну, говорю. Они все равно же умрут, дети, правильно? А их дети тоже умрут. Ну, как и смысл. Все же умрут. Да. А нафига тогда все вот это? Не знаю. Зачем у нас вот это вот тело нам дали, прическу, волосы. А у кого-то не растут, понимаешь? А у кого-то уже плешь здесь 30 лет. А у меня-то волосище будет тянать. Зачем все это? А я вот потрачиваю. Я тоже, смотри. Видал, какая? Вот я тоже так хочу. Представляешь, целый год, целый год я занимался этой ебанью. Это так бесило. Я думаю, а какого хрена? Вот пускай будет смысл. Хотя бы год я потращиваюся шевелюру. Понимаешь? Ну, к сожалению, в этом нет. Зато буду ходить летом теперь как чоба. Я как аквамен. Я еще накачаюсь. Представляешь? Я тоже хочу, да. Вот смысл жизни. Качнуться. Четкий причесон и все, ходишь как дьявол. Ну, если в этом, то возможно, да. Ну все, мы погнали. Давайте. До свидания. So, I may say that every day is supposed to be the most enjoying one. Oh my God. Every freaking day you gotta find a thing that you may call a passion. Знаете, мне кажется, что смысл жизни, он в том, чтобы наслаждаться жизнью, радоваться вот каждым моментом, чувствовать и вот позволять себе все эмоции, любые, разные, и прям проживать их, если радоваться, то на полную катушку. Если страдать, то вот прям с головой. И, наверное, нужно вот так прожить жизнь, потому что, наверное, ничего про материальное не буду говорить, про какие-то цели, достижения, потому что это все настолько неустойчивое, тем более в нашем современном мире, где вообще в целом, наверное, ничего планировать не стоит, что оно, наверное, и не настолько важное. Пойдем отсюда, страшно, страшно, поснимай, что там происходит в своем канале, ужас, убьют же, убьют демоны. Давай будем здесь стоять всем и говорить, чтобы туда не ходили. Вы аккуратно не ходите, эти льдины так падают, что можно вообще коньки здесь отбросить. Это точно, и сами идут туда, ну посмотри на них. Туристы. Вот важное, наверное, правда, именно внутреннее, внутренне радоваться и внутренне быть в гармонии, чтобы вот жизнь она была такая, потому что спустя время ты, наверное, в старости не вспомнишь, там, какую-то свою первую работу или свою первую зарплату, но, наверное, будешь помнить свою первую любовь. И, наверное, вот жизнь она в этом. Но мне вот в силу моего возраста и моей инфантильности хочется говорить вот так. По очереди отвечаем, друг за другом, не подглядываем. В чем смысл жизни? В том, чтобы жить. Чувствовать просто вибрации вселенной. Как это сделать? Расскажи мне. Вы можете подышать маткой, но я не думаю, что у вас есть такая возможность. Видимо, только у женщин есть смысл жить. А у меня нету, как у мужчины, потому что я не могу дышать маткой. Да. Но я думаю, что вы можете попробовать открыть другие вибрации и все чакры и каналы. Тогда у вас будет связь напрямую с космосом. Я тоже дышу. То есть получается, что если я парень, у меня смысла жизни вообще нет, но у тебя хотя бы матка там дышит. Правильно? Я думаю, что вы можете открыть новый смысл для себя. Например, дышать бородой. Я думаю, вы можете попробовать. Спасибо. Ну, у каждого он свой. Ну, хорошо. Ну вот, и каждый выбирает себе смысл жизни. Ну, что ж ты выбираешь там, расскажи. Какой ты выбрал для себя смысл жизни? Просто, чтобы тебе нравилось и получать это удовольствие. Как бы нет смысла жизни, он как бы, ну, вроде есть, а вроде бы его и нету. Как бы на этом все. Я так и думал. Спасибо большое. Ну и давай ты нам заверши всю эту эпопею. Смысл жизни просто жить и строить свое будущее. Полностью все зависит от вас. Вы должны строить свою жизнь с самого начала, развиваться, ну и просто радоваться жизни. Хорошо. Ни в коем случае не становитесь дед инсайдом. Дед инсайдом? Да. Это кто такие? Ну, это такие чуваки, которые... Объясни мне. Которые потеряли смысл жизни. У которых что-то случилось в жизни, и они грустные. Полностью грустные. Ну вот. Я считаю, смысл жизни в том, чтобы достойно его прожить. Накопить на квартиру маме. Подарить машину папе. Чтобы дети ни в чем не нуждались. Все было замечательно. И что-то сделать, соответственно, для этой страны. Мне кажется, вот в чем смысл жизни. Но не просто так прожить. Остальные пускай идут на... Правильно. Правильно. Потому что это наша страна. Мы здесь родились. Наша родина. И мы должны делать все только для нее. А зачем для других стараться? Они ведь нам ничего не делают. Правильно. Кто-то нам что-то запрещает привозить в нашу страну. Кто-то еще что-то. Какие санкции. И так далее. Вот. И для страны для нас, конечно, надо все делать. Потому что от нас сейчас зависит будущее нашей страны. От подрастающего поколения. Моего. От моего поколения сейчас зависит все. Ты послал весь мир нахуй только что просто. Мою бабушку, которая живет в Швейцарии. Деда, который живет сейчас в Африке. Семья и родные это в первую очередь. Это в первую очередь. Но страна, она всегда в сердце. Если человек ограничивает себя своей культурой, своей религией, своим языком, своей страной, у него вот такое узколобое видение. И действительно все идут нахуй. А когда все идут нахуй, мира нет. И нет будущего ни для твоих детей, ни для тебя. Это и так степень нашей свободы зависит от нас самих. А я уже сходил пописать в KFC. Спасибо тебе большое за это интервью. Было супер. Спасибо. Дорогие телерадиослушатели, мы завершаем этот выпуск. Этот чудесный видеоряд, где каждый поделился своим смыслом жизни. Спасибо моему оператору и в этом видео соведущему Ивану. Спасибо Джокеру Джокеровичу. Это, конечно, то, что там-то Z, конечно, язык не поворачивается. За мнем эту тему. За мнем. Ну и напоследок. Сейчас прозвучит грандиозный ответ. В чем же смысл жизни? Расскажите, пожалуйста. Ну вот. Вот он, момент. Момент, когда тебя не отвлекает кто? Твое сознание. Твое эго. Твое эго, твоя личность. Когда оно тебя не отвлекает, потому что, когда он тебя отвлекает, ты начинаешь творить, может быть, хорошие вещи. Ты думаешь, что хорошие вещи. А может быть, плохие вещи, но ты не можешь думать о том, что это плохие вещи. Когда ты осознал, кто ты есть, а кто ты? Я Жека Ширяев, я Джокер, я Ванек. Вы чего мне лапшу на уши вешаете? Я знаю, кто я. Мне 35 лет, но ни хрена. А ты это просто то, что без ума. То, что не отождествляется с умом. Не эти дебильные мысли. Не то прошлое, где ты там получал образование, с кем-то общался, напихал в свою бошку до хрена убеждений. Не то будущее, о котором ты мечтаешь, жаждешь, бабки, дети. Мир даже пускай. Даже если пускай ты будешь фанатиком того, что ты хочешь, чтобы был мир на планете, ты все равно еще далек от той истины, которой ты есть на самом деле. Поэтому да. Если хотя бы ты чуть-чуть это прочувствовал, ты будешь всегда этого хотеть. И всегда будет все получаться. И тогда нету в твоей голове желания кого-то стукнуть, потому что тебя назвали пидорасом. Нету желания тебе кому-то отомстить, взять в руки автомат и расстрелять кого-нибудь из-за ненависти или из-за какой-то другой лабуды, которую тебе навешали лапшу на уши по телевизоре или в телеграмме. Нету этого желания, потому что ты понимаешь, что этого вообще нет. Как бы это абсурдно не звучало. Нормально я воткнул речь? Очень весомо, да. Я понимаю, что большинство из вас подумает, О, Жега, долбоеб, опять погнал эту фигню. Да насрать. Возможно, вы к этому придете попозже, но вы к этому придете по-любому. За 5, за 15 секунд до своей смерти вы это прочухаете. Но при жизни это сделать, это кайфово. Это кайфово, и в этом есть смысл жизни. Если каждый до этого достигнет, будет мир на земле. Не нужно будет орать, я русский, я украинец, я американец, африканец, еще какой-нибудь долбоеб. Не надо. Все мы будем едиными, потому что такими мы и являемся на самом деле. Всем респект и уважуха. Мир вашим сердцам, друзья. Аллилуйя. 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 Продолжение следует...